В 1904 году шведский король приветствовал нового Нобелевского лауреата на его родном языке. Добрый день! Как поживаете? Выговорил он трудные русские слова. В тот далекий день впервые в истории получил Нобелевскую премию российский ученый-академик Иван Петрович Павлов за работу по физиологии пищеварения. Есть в древнем городе Рязани старая улица, застроенная деревянными особняками. Когда-то здесь выселась церковь Николы Долгошея. В честь нее и улица называлась Никольской. В 19 веке служил в церкви отец Петр. В 1849 году в семье молодого священника родился первенец. Назвали мальчика в честь деда со стороны матери. Ребенку Бог судил долгую жизнь и великую славу. Этим новорожденным был будущий лауреат Нобелевской премии по медицине, кавалер ордена почетного легиона, академик Иван Петрович Павлов. Первую годовщину мальчика праздновали в новом доме с мезонином. В доме было двенадцать комнат. Самая большая и любимая – гостиная. Здесь собиралась вся семья Павловых. Мать, Варвара Ивановна, грамоты не знала, но выучилась играть на пианино по слуху. По вечерам к радости детей она музицировала. Иногда отец торжественно заводил музыкальную шкатулку. Она казалась чудом – гостей из мира науки. Семья жила небогато. Для того, чтобы выручить немного денег, сдавали комнаты. Налишние не тратились. Например, хлеб не покупали, пекли сами. Иван Петрович всю жизнь помнил густой аромат свежевыпеченного хлеба. Ему этот запах напоминал дом. В детстве с Павловым произошло несчастье. Мальчика отправили раскладывать на чердаке яблоки. Он поскользнулся и упал с высоты на каменный пол. Что повредил он при падении, неизвестно. Доктору его не показывали. Ни баня, ни притирание муравьиным спиртом не помогли. Восьмилетний Ваня еле ходил. Его крестный отец, игумен Троицкого монастыря, на год с лишним забрал мальчика к себе. За это время Иван физически окреп. Крестный заставлял его зимой кататься на коньках, а летом плавать и играть в городки. Даже в преклонном возрасте Иван Петрович оставался заядлым городошником и болельщиком. Почетный академик встречал удачный удар восторженным криком «Звезда! Звезда!» И приходил в неистовое отчаяние, когда кому-то случалось промазать. «Квашня! Да у вас бабий замах! Вас в богательню, сударь!» Мальчик помогал в большом монастырском саду и огороде. После революции навыки огородника сохранили жизнь академику и его семье. В лаборатории рядом с приборами хранилась морковь и капуста, которой он сам вырастил, без отрыва от науки. В монастыре Ивану Павлову подарили первую в жизни книгу – «Басни Крылова». Эту книгу он бережно хранил всю жизнь. Еще одной привычкой обязан академик крестному. Тот приучил его записывать свои мысли. Со временем детские впечатления сменились зрелыми размышлениями о родине, о науке, о человеке. «Я хочу заниматься физиологией. Я ищу истин относительно тела человеческого. Ведь я их не оставлю для себя. Они делаются общим достоянием. Из них делается или сделается применение пользы для всех людей». Иван окончил духовное училище и поступил в семинарию. Так хотел отец. Скоро священник Петр Павлов понял, что его сыну Бог предначертал иной путь. С отеческого благословения будущий академик оставляет семинарию и поступает в Петербургский университет. Любовь и уважение к отцу Иван Петрович пронес через всю свою жизнь. В 1924 году из военной медицинской академии стали изгонять социально чуждые и социально опасные элементы. Среди уволенных студентов были и дети духовенства. Павлов потребовал восстановить их в правах, но ничего не добился. Тогда академик подал заявление, в котором просил и его, сына священника, считать вычищенным. Субтитры создавал DimaTorzok В 30 лет Бог подарил Ивану Петровичу великую любовь. Ею стала выпускница педагогических курсов Серафима Васильевна Корчевская. Девушке едва минуло 20 лет, и она непременно хотела работать на Ниве народного образования. Серафима уехала в глухое село под Ростовом, и целый год между севером и югом страны летали письма полные нежности. Ты возвращаешь мне утраченную молодость. Я вижу каждый день, каждую минуту, как оживают, воскресают один за другими в моей душе мысли, чувства, ощущения лучших годов. Я снова верю в силу мысли, в торжество правды. Сжимаю тебя в моих руках и целую без конца моя незаменимая, твой Ванька. Поток писем прекратился весной 1881 года. Иван и Серафима обвенчались и были неразлучны всю жизнь. Серафима Васильевна была рядом с мужем, когда Иван Петрович Павлов получал Нобелевскую премию. В 1927 году он был выдвинут вторично на сыскание Нобелевской премии за работы повысшей нервной деятельности. К сожалению, второй премии он не получил. Да и первая 75 тысяч рублей с золотом была национализирована большевиками. 1917 год стал для Ивана Петровича Павлова не только годом социальных потрясений. 70-летний академик вдруг осознал себя патриотом. Только тогда я и почувствовал, до какой степени вся моя деятельность, хотя бы по сути своей интернациональной, до какой степени она связана с достоинством и интересами Родины. Это истина, если я скажу, что я прямо как бы потерял основной смысл своей научной деятельности при мысли, что Родина погибла. Для кого же я тогда стараюсь? Революцию Иван Петрович критиковал нещадно. Он писал со нарком. За социальный эксперимент, который вы проводите, я не дал бы и лягушачьи лапки. Он написал письмо Сталину, в котором были такие строки. «В свете того, что вы делаете с русской интеллигенцией, деморализуя ее и лишаете ее всяких прав, мне стыдно называть себя русским». Кажется странным бесстрашие, с которым академик обращался к отцу народов. И это в годы, когда за одно неверное слово арестовывали, ссылали и расстреливали. Сам Иван Петрович свою смелость объяснял так. «Революция меня застала почти в 70 лет. А в меня засело как-то твердое убеждение, что срок деятельной человеческой жизни именно 70 лет. И поэтому я смело и открыто критиковал революцию. Я говорил себе, «Черт с ними, пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена. А я сделаю то, что требовало от меня мое достоинство». Иван Петрович продолжал научное изыскание до последнего дня своей жизни, до последнего вздоха. Словами, с которыми он ушел из жизни, был диагноз, поставленный самому себе. Иван Петрович обратил внимание, что забывают нужные слова и произносят другие, совершают непроизвольные движения. «Позвольте, но ведь это кора! Это кора! Это отек коры!» Воскликнул он возбужденно. Вскрытие подтвердило правильность и этой, увы, последней догадки ученого. Наличие отека коры, его же собственного могучего мозга. «Я был, есть и останусь русским человеком, сыном своей Родины. Ее жизнью прежде всего интересуюсь, ее интересами живу, ее достоинством укрепляю свое достоинство». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова